добрый день уважаемые зрители и гости нашего канала сегодня у нас будет довольно таки интересное видео это наверно самое первое преступление которое совершил в далеком 86 или 87 году когда я еще учился в школе на самом деле если вспоминать свои юные годы то в принципе я наверное не отличался от других мальчишек которые бегали в школу до вечера наверно проводили время во дворе потом приходили как стемнеет домой делали какие-то домашние задания засыпали и на завтра наступал снова день поэтому как-то мотаясь после школы бездельнича с такими же лоботрясами как и я сам это были мои одноклассники мой приятель пашка рассказал такую интересную историю что он был на новогодние праздники с отцом в гостях у своего приятеля в далекой дубне под каким-то там населенным пунктом со странным названием называлась это дачи космонавтов и на этих дачах они проводили новогодние праздники и в пары или пьяных каких-то там эмоций приятель отца вынес свой наградной пистолет и показал его всем и продемонстрировал наградную надпись пистолет этот был п.м. не буду наверное рассказывать насколько это было на тот момент интересное приключение любой человек кто обладал оружием неважно это был пистолет автомат или ружье для мальчишки такого возраста это был наверное предел мечтания и поскольку я подробно у пашки узнал игру паша как далеко дубна а далеко ли от станции те он как ну слушай ягод примерно помню дорогу я знаю а к чему-то герата спрашиваешь я бы слушай отчетного мешает весна в принципе скоро каникулы давай прогуляем один денечек в будни и спокойно смотаемся туда оба суши герасчета взял шум и спокойно туда смотаемся гонус твоей же история что там люди бывают по выходным по праздникам в будни там не живут он будет конечно не живут обычное дачное место и гонтака чё нам мешает смотаться и посмотреть ты же примерно ну видел откуда ну пресс он когда это откуда со второго этажа или с чердака мы находились на первом этаже я говорю рядом что окружает он говорит ну рядом какой-то лесочек там какая-то дорога то есть принципе незаметно можно подойти его так а чё нам мешает давай запланируем и скатаемся и здесь оживился наш третий приятель лёху да я тоже своим поеду я тоже мне интересно что там и как и вы запланировали на один из будних дней поездку в дубну причем посмотрели откуда идет электричка сколько она идет и примерный расчет был такой что мы как обычно выходим в школу и где-то через час уже находимся на вокзале соответственно где-то идет она часа два два с половиной мы успеваем часа за три за четыре обстряпать это несложные недельца и вечером вернуться обратно то есть по моим прогнозам это мы в районе десяти или девяти вечера должен уже быть дома ну чтобы не вызвать подозрению родителей потому что если я ушел в школу и вернулся часов в день в десять в этом ничего такого не было потому что все понимают что после школы кто-то пошел гулять кто-то еще куда-то и в те времена кстати это было наверно довольно популярным то есть если вдруг у меня находится в гостях какой-то мы школьный приятель то естественно его и покормят то есть ему не нужно было появляться дома потом когда он уже приходил домой он говорил что я там был у такого-то у меня там покормили и также я мог остаться у кого-то из своих приятелей также мета могли там надо поить чайком с бутерроликом или вместе с ними поужина сейчас по моему этого нет но тогда вот так вот жили по большому счет такой общей дружной большой дворовой семьей и в этом плане никто никогда ни за кем не ходил в школу не наблюдал все бегали ровно до темноты и только если во время того как стемнело ты уже не вернулся тогда может быть начинались какие-то примитивные поиски тебя могли поругать учитывая что я уже был старшеклассником дам эти вещи уже прощались и вот наступило утро отдать должное моим одноклассникам мы действительно встретились около школы и поехали на вокзал на вокзале мы взяли билет до дубны доехали до нее и пошли прям по дороге пешком на эти дачи космонавтов здесь начались первые проблемы которые ну как бы не предвещали ничего хорошего мы прошли час мы прошли два мы прошли два с половиной и на мой вопрос ну к паше группа что-то больно долго идем ты же сказал час-полтора почему мы жить в два с половиной он говорит ну ладно осталось совсем чуть-чуть и где-то еще через полчаса мы набрели на эти дачи первая проблема с которой мы столкнулись это что эти дачи охранялись то есть там реально был сторож и были собаки вот так вот спокойно зайти или разбить стекло или с ноги высадить дверь так уже не получалось бы то есть пришлось бы аккуратно ее вскрывать поскольку мы к этому не были готовы и при себе у нас всего лишь имелся один ножик он отличался именно тем что он был больше чуть-чуть обычного перочинного ножа я бы сказал то был такой больше охотничий нож кто-то наверное помнит у него еще на конце была такая скоба для вынимания патрон он был советский он был хорошего качества и в принципе самое большое лезвие которое вынималось она довольно устойчиво стояла в рукоятке и было принято решение аккуратно вскрыть терраску нас это и спасло поскольку как только мы вскрыли терраску и поскольку это была зима и дерево было сухой не сильно деформировано скрип все равно раздался и соответственно залаяли собаки и здесь нам пришлось минут десять сидеть тихо буквально там на полу пока эти собаки пройдут пролаются и посмотрит куда что и кто делся нас спасло только то что была весна и наши следы не были сильно видны потому что если было бы больше снега было понятно что мы пришли из леса перелезли через забор и соответственно проникли дом который находился ближе всего к лесу то есть в этом плане нам повезло и повезло в этот день не один раз если терраску можно было отжать обычным язычком то есть вот язычок стоит это ножиком его аккуратно аккуратно двигаешь и дверь открывается то дверь уже которая входила в сам дом она была заперта на два замка но дверь которая уже ввела в сам дом была закрыта на конкретный обычный замок то есть там никаким там отжиманиями ничем ты не сделаешь но учитывая что все было из дерева прошло ушло где-то минут 20 пока мы аккуратненько аккуратненько по кусочку по щепочке этот язычок который был уперся в косяк покажет язычок мы не освободили и он вместе с дверью не открылся как только мы открыли дверь она с время уже поджимала то есть если мы рассчитывали все сделать часов до трех до четырех то мы как раз только вошли часа в три в четыре и получалась такая ситуация что время уже как бы совсем в темноте ходить по этим самым два-три часа по этим по сугробам там и так далее проселочной дороге мы начнем вызывать подозрение приручу местных жителей я уж молчу про то что когда ты ночью приезжаешь на вокзал московский любой вокзал отличается тем что там реально стояли патрули милицейские то мы просто могли попасть ситуация к нас заберут и вызовут родители мы же несовершеннолетние и поэтому начинали ускоряться мы обыскали чердак мы обыскали второй этаж и когда обыскивали первый этаж за печкой я нашел мелкокалиберную магазинную винтовку с оптическим прицелом что в принципе ну как бы нас и обрадовала и с другой стороны огорчило потому что какая бы там ситуация не было пистолет тащить намного проще чем винтовку и и даже спрятать негде но поскольку это же ну как бы вещь и и бросать было жалко тем более нашли коробку патрон мелкокалиберных ну в принципе то делюга состоялась просто оружие было выбрать и не то плюс еще взяли приятные мелочи какую-то иностранную снасть рыболовную взяли японский по тем временам катушки одна из них по моему где-то валяется у меня до сих пор надо ее наверное как-нибудь выставить где-нибудь в телеграме показать какие были тогда катушки когда были времена уточки были бамбуковые если кто помнит были две такие штучки крючка и мы на них наматывали леску то есть это конечно сейчас если сказать это довольно смешно выглядело ну что было тогда и какие сейчас современные конечно есть приблуды время уже поджимала настолько что ориентироваться как нам теперь быть просто было некогда и учитывая что ничего ну как бы такого здравого нельзя было придумать как тащить винтовку в москву было принято решение дойти с ней хотя бы до вокзала дубны и я замотал эту винтовку в обычную деревяшку под видом того что я повредил ногу из этой вот как бы сказать непонятной конструкции виде костыля я и вышел на проселочную дорогу нас ждали более серьезные неприятности если бы опять не везение а в этот день давайте еще раз повторю нам везло несколько раз ехал какой-то грузовик с какими-то работягами и увидев что три молодых парня один хромает идут по дороге они остановились и спросили что случилось я сказал что мы приехали к родственникам я повредил ногу и поэтому мы решили вернуться потому что мы заблудились они спросили куда вам надо нам надо на этот самый на вокзал ребята сказали слушайте ну до вокзала мы не довезем но по крайней мере часика два мы вам сэкономим вам там останется идти минут 15-20 игры все хорошо спасибо нас погрузили в этот кузов а это была весна был уже холодно посмотрели а чего у тебя с ногой я буду что-то как-то неудачно тут от сам поскользнулся и вот видимо что там случилось поэтому григи в москву потому что там поликлиники и так далее как туда про есть хотите ну да конечно хотим то есть мы об этом даже не подумаешь нам еще пожрать что-то целый день надо будет что-нибудь хотя бы что-то съесть нас эти мужики угостили сырком колбаской какие-то яички вареные там лучок порезан то есть вот конкретно такая вот деревенская еда мы перекусили поблагодарили их нас высадили объяснили куда идти до вокзала и мы подрели купили билеты обратно сели в электричку и я понимаю что мы приедем часов в 11 уже ночи ты крест и мы приедем в 11 часов ночи и надо же как-то объясниться если вдруг там будут стоять какие-то сотрудники а москва тех времен в 11 часов вечера или ночи неважно как уже никого не было то есть этого поезда с которой придет в москву сойдут всего несколько человек и здесь мы трое как я не знаю три топали на плющихе и плюс у меня этот костыль если где-то в проселке там в какой-то деревне моя история про то что я повредил ногу ну как бы про канала то москва я понимаю в эту ерунду не поверят тем более приклад этой винтовки ну реально ну давал понять что это костыль непростой и поэтому было принято решение так ну принципе на это только наглость на тот момент спасал то есть никто не ожидал такого у меня была куртка аляска она была где-то мне чуть-чуть повыше колен то есть он довольно такая длинная и поскольку в москве всегда было теплее ну чем за городом а я был свитере то я сделал так я эту винтовку просто повесил на плечо ну прикладом вверх и сделал вид как будто ну как бы мы идем мы где-то отдыхали и я эту аляску взял вот так вот в руки и повесил также через плечо то есть у меня это куртка закрывала висящую винтовку то есть в принципе если не приглядываться вечером то шли ребята у одного из них куртка была на плече я не знаю то ли наглость второе счастье что ли действительно день был такого вот прям все когда одно к одному и прям везет стоял лишь всего-навсего один сотрудник милиции который был настолько ну как бы сказать безразличен к окружающему процессу нас проводил таким взглядом так как бы так ну откуда они могут идти куда мне по большому счету все равно и это чувствовалось мы вышли и понимаешь тоже с транспортом могут быть проблемы мы просто одну любом вокзале тогда всегда дежурят эти вот таксисты тут ты просто говорил два счетчика и как правило тебя человек вез куда скажешь не включая вот этот вот как бы волшебный аппарат он тикал мы также поймали машину спасет куда это тот самый от девчонок едем там типа того что нам надо дома он без проблем я попросил ребята говорю вы максимально горе его отвлекаете я же еще с двумя приятелями был это зачем героя груну потому что мне вот как вот снять куртку который будет приятно обтекать до полуторами по полутора метровую винтовку они ведь все поняли и они его там начали обсуждать там сумму поездки и так далее я смог спокойно на заднее сиденье эту ерунду положить хотя у меня был такое ощущение что таксист такого косяка то добанул но поскольку мы предложили деньги здесь и сейчас атака муж дать неизвестно чего он спокойно отреагировал и развез нас по домам и когда я уже ночью это где-то уже было в районе 12 аккуратно зашел в квартиру слава богу все спали я эту винтовку убрал прямо в прихожей представляете какой был у меня мандраж 17-летнюю лишь 16-летнего пацана который приволок домой боевое оружие я уж молчу что я не понимал всю меру ответственности я молчу что я даже не понимал эту вот этих вот количество негативных последствий если вдруг меня бы остановили это обнаружили бы то есть столько всего негативного свалилась бы что в тот момент вот это вот даже сама удача что это произошло это было ну вероятность очень маленькая но поскольку это произошло со мной я совершил такой на на первое серьезное противозаконное действие а результат стоял у меня в прихожей снайперская винтовка который еще и магазин и многозарядное тоже какая была прелесть на следующий день я даже не пошел в школу положил ее тоже все ушли брат ушел в школу родители ушли на работу я был целых полдня мы предоставлен самому себе я положил ее на столе я стал разбираться как она там как вынимается магазин как вынимаются пули как работает оптический прицел столько это было вызвано таких вот этих полудетских полу юношеских эмоций что я совершил еще вторую вещь которую нельзя было делать помимо того что я пошел на преступление я пошел во дворе поставил пустую консервную банку получается где-то в метров шестидесяти в 70 от окна а квартиру меня была на первом этаже и стал из кухни в нее прицеливаться глядя в оптический прицел и в оконцовке не удержался и нажала спусковой крючок раздался довольно такой сильный выстрел я убрал эту винтовку я пошел ее спрятал думаю чё же я надел то что звук эти звук выстрела до в тишине когда там обычный спальный район там на улице каховка и стал выжидать на роге-то минут 40 смотрю тихо никому как бы то вроде бы как и дела нет интересно как восприняли остальные люди откуда-то я так раздался такой выстрел и опять я пошел посмотреть попал я или нет на удивление винтовка была пристрелена и в этой банке которая стояла вот так ровно чуть чуть ниже серединке было отверстие от пули причем поначалу я думал что я не попал то что я выстрел а банка осталось стоять то есть видим мощность у него была хорошая то есть я пробил банку она даже не шелохнулась это меня удивило я понял что мы довольно такая интересная вещь единственно очень громко стреляет и стал наслаждаться владением этого ружья пока однажды не пришла суровая ну как бы действительность естественно папа эту вещь обнаружил и мне пришлось долго изворачиваться долго объяснять папе что мне это дали на время папа слушал слушал понял что я вру и сказал такую вещь гир я не знаю откуда это у тебя это проблема поэтому если кто-то тебе дал ты завтра это отдай ему обратно если ты это где-то взял и вернуть час никому избавься от этого тоже завтра короче завтра вечером я прихожу с работы этой вещи у нас в доме быть не должно я сказал пап да я понял поэтому поговорив со своими приятелями же втроем были на дело игры слушать и ну как бы у меня вот такая ситуация папа нашел поэтому паш давай пусть она полежит у тебя пошаги да где конечно хорошо и я это вот вещь который с таким трудом припер к себе домой отдал своему однокласснику пашки где сначала у нее отломали оптический прицел потом и отпилили дула сделали обрез а потом благополучно уже с пашей не общались он где-то и и похерил вот такая вот история вот с таким вот концом про мир самое первое преступление где если бы что-то пошло не так мне бы этому обалдую точно влепили бы какой-то срок потому что в советском союзе к оружию было отношение особенное иметь во владении нарезной ствол либо иметь нарезное какое-то охотничье оружие было не то что нельзя она контролировалась очень жестко поэтому наверное можно сказать в конце именно так что когда у тебя недостаток мозгов и вот этот вот юношеский задор он ведет только к одному в зависимости от того какой у тебя характер и насколько ты обезбашенный ты получаешь столько геморроя сколько ты сам себе устроишь вот в тот день это обошлось хотя вот все шло к тому что нас должны были поймать на каком-то этапе когда мы эту винтовку пирли обратно но видите бывает жизни так что звезды сходятся и бывает что все-таки как-то обходят тебя проблемы стороной поэтому что могу сказать молодежи иногда что-то очень хочется иногда даже хочется то что по закону нельзя иметь либо пользоваться поэтому мотайте на ус мои истории потому что если что-то пойдет не так как правило так и бывает все это кончается очень плохо и ваша задача четко разделять между добром и злом поэтому берегите себя и близких относитесь осторожно ко всем вещам которые имеют пограничную ценность всем пока с вами был герман прошу как две недостаточно что Продолжение следует...